добрый вечер вам из украины сегодня хочу с вами пообщаться на тему расширения пчелиных семей как я работал просто цикл этого года как мы принципе расширяли пчелиную семью одну из пчелиных семей или даже две или три или четыре вообще вы сейчас поймете как работаю я с восьми рамочниками и восьми рамочники у меня идут взаимозаменяемые не пользуюсь 145 рамкой в основном а в основном идет корпусная система в перемешку почему перемешку почему я очень сильно зацикливаясь а на работе в корпусах почему такая действительности ситуация у меня получается почему я очень часто показывают эту такую нарудную работу где вплоть до того что бывает что я просто пересматриваю корпус там что-то перебираю все просто сейчас я все объясню и покажу смотрите весна начинается например в основном восьми рамочник занимает у нас один восьми рамочник в нем зимует вот 5 рамок в этом году это так и было 5 рамок бывает мы оставляем 8 рамок но в любом случае клуб примерно занимает 5 рамок как мы расширяем пчелиную семью смотрите первое весеннее развитие поставится заставная доска для того чтобы они быстрее развивались от сел матки расплод и тому подобное дальше мы доставляем ващину ващина в основном меня ставится они так немножко поджаты пчелы достаточно мы можем ващину ставить например и вот сюда и вот сюда или например вот здесь могу прям по центре поставить доставляем еще три ващины и получается один два три четыре пять шесть семь восемь это получается у нас восемь рамок с 8 рамками мы уже принципе как бы полностью заполнили корпус обратите внимание что мы по сути не расширяем пчелиную семью сушней на мы ставим ващину семья развивается дальше пределах первых числах мая появляется потребность расширения пчелиной семьи по методу демори методы море заключается в чем что мы расплод поднимаем вверх ну как бы постановка второго корпуса скажем так здесь мы тоже ставим 8 рамок 1 2 3 4 5 6 7 8 нужно пересчитать потому что сейчас пересчитать не будет носом тыкать принципе принципе демори заключается что ващину мы опускаем вниз также также в принципе здесь как можно здесь можно просто корпусами бросать но я делаю так я две боковых рамки они в основном вот эти две вот это один вот это два рамки они перговые они остаются так и снизу и еще одну рамку опускаю с маткой и таким образом получается снизу у нас остается ващина и несколько рамок отстроенных и перговые но на скорость это никак не влияет в любом случае мы расширяем членную семью еще восьмирам восьмирамочником можно так сказать процесс развития заключается в чем что таким образом мы уже отстраиваем в пределах 13 рамок вощины да можно было бы намного проще можно было бы сказать что пашка а если бы мы поставили сушнину а если бы мы а если бы мы а если бы мы вы должны не забываться ребята что как бы ни крутили но в условиях нашей миндоносной базы мы не можем поставить сушнину если мы просто поставим сушнину например то больше всего что пчелная семья зайдет роевое состояние да если есть обильный хороший взяток обильный хороший взяток то принципе сушнину можно бросать и получается пчелы включаются работу и носят нектар но методы мари в том и заключается интерес в нем чем что все рамки с расплодом если есть взяток из садов то расплод выходит и вот этот корпус они заливают медом для вот эта система работает и на восьмирамочник и на десяти рамочник дальше важный аспект как мы дальше расширяем члену и семью по сути получается такая ситуация в моей местности ребята я вам прямо говорю моей местности медоноса весенних нету не так уж и много по какой причине по той причине что все-таки у нас холодно я думаю по всей территории украины примерно тоже самая ситуация редко держит больше медосборов например если у вас рядом рапс хорошая погода потому что бывает такое что поле рапса прямо пара под носом и блин три недели идет дождь только свел рапс блин солнце и все и пошло роение как бы как 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 книжка пишет понимая в одном из видео говорил что пчеловодстве еще очень сильно играет роль везение везение это очень важно таким образом получается что мы как сказать что с нашей медоносной базой мы можем сделать вот эту наш община и семья не заходит в роевое состояние и мы отстраиваем 13 рамок вощины принципе сучнины как обычно не хватает особенно если пасека расширяется кто-то скажет пашка ну что ты такое рассказываешь ребята поверьте мне даже если пасека расширяется на 30 пчелиных семей сразу же вощины не хватает если вы каждый год будете раз расширяться на 30 штук поверьте мне там отводок там то да сет там где-то плохая вощина там отбраковка в сучнины не хватает таким образом мы идем дальше в моей местности вот как было в этом году принципе они все это отстраивать сниз маточка отсевает хорошо отстраивает верх начинают подливать медом пчелы встает более чем достаточно но это опять же что это в зависимости от хороших семей если брать например карнику то два корпуса примерно плюс минус можно продержать до 20 мая если брать например бак вас то бак вас до 20 мая уже зайдет в роевое состояние если мы будем держать их на 16 рамок бак вас принципе что-то с одной стороны говорят что бак вас не тянет хорошо вощину но с другой стороны получается что они начинают перестройки делать и готовится к роению таким образом получается что мы проводим еще одну процедуру в основном я делаю так здесь у нас уже отстроено все пределах 15 числа 15 20 мая вот этот низ уже отстроен и засеян и здесь расплод верхняя часть здесь уже вышел расплод если был более-менее нормальный взяток то здесь уже есть мед но не запечатанный я рассказываю про свою местность я сразу говорю я не знаю как у вас но вот у меня как я делаю так как у нас пчелы здесь уже не так уж и много вся пчела по сути спускается вниз но они еще работают сюда и получается восьми рамочника не хватает для них они готовятся уже крае не и что я делаю следующий этап заключается в том что вот этот корпус он подымается ну что становится третьим добраться и еще один корпус ставится он таким образом тоже на ващину все ставится на ващину не хватает на сильные семьи идет только ващина на слабые семьи еще где-то мы как-то там сучнину как бы даем на сильные семьи только ващина дальше получается такая ситуация что разбиваем рамки перговые рамки вниз идет и пошла одна рамка ващина вторая рамка расплодная одна рамка ващина вторая рамка расплодная и перетасовываем весь корпус но здесь тоже важно понять это получается что мы ставим вот так ващина сущнина с расплодом ващина сущнина с расплодом ващина сущнина с расплодом но тут нужно понять что объем пчелы должен быть нормальный в корпусной системе в том-то и фишка что они принципе более менее теплые и так или иначе они друг друга обогревают верхний корпус этой всей ситуации он как бы от отпадает он как бы отклеивается его по сути здесь как бы и нету да ну там уже мед и небольшое количество пчелы этот процесс мы сделали да что вы поняли и таким образом мы можем еще продержаться недельку вторую при хороших уже взятках это уже конец мая можно сказать то получается здесь они отстраивают вообще идеально я делаю еще по такой системе смотрите ганимановскую решеточку мы опускаем вниз вот здесь ставим вот эту мы убираем через где-то две недели нижний корпус строен верхние не отстраивают я не манку забираю ставлю вот здесь наверх по перебрасывать вот сюда вот так и таким образом получается что здесь у нас отстроена поднимаем матку вверх чтобы она строена засеяна чтобы она сеяла здесь по сути где-то в это время мы уже забираем вот этот корпус медовый откачиваем его откачиваем этот корпус дальше процесс заключается в чем что нужно как-то поднять пчелу вверх как понять пчелу вверх опять же провожу такую работу смотрите здесь все зависит от чего от медоносной базы если все хорошо все супер а пчелы работают на на все сто процентов если блин перебои с медосбором если перебои с погодой получается все на грани фола потому что нужно бросаться вот этими корпусами рамками чтобы пчелы не зашли в роевое состояние конечно же намного проще сделать отводок намного проще поделить но опять же с таких семей которые более-менее большие вот вы понимаете что здесь уже 24 рамки мы берем больше меда таким образом получается что мы перебросили да вот забрали мед отсюда и у нас встает верхний корпус вообще пчелы остаются в этих двух они как-то называются гнездовыми они вверх уже не сильно идут при наших медосборах они вообще сюда не хотят подниматься что я делаю я беру забираю весь печатный расплод и поднимаю вверх всю сушнину точнее ващину ващина которая строена матка еще ее не засеяла в основном их 8 рамок вот так как мы последний раз их доставляли она опускается вся вниз здесь ложится ганимановская решетка опять вот так матка тоже здесь таким образом получается вот блин выбросил не найду сейчас ладно уже доснимаем видео аккуратно так таким образом получается матка снизу вот этот корпус у нас уходит отсюда весь расплод поднимаем вверх все просто все понятно таким образом мы принципе чуху чухуем до взятка слипа и потом соответственно подсолнуха как мы работаем на подсолнух принципе до подсолнуха мы в чайную семью оставляем в таком же покой у нас получается от на подсолнухе мы на подсолнух имеем три корпуса более-менее нормально пчелы скажем так вот три корпуса мы уже выходим на посолу так как я понимаю что пчельная семья более менее сильная так как будет более обильный взяток что я делаю я добраться еще корпус вощины как это делается в основном смотрите мы опять как в этом году было мы выходим на подсолнух вот этот корпус у нас идет медово такой знаете пустой он не запечатанный но мед есть здесь мед ну там на пишут она писали здесь у нас такое знаете здесь в основном если они мановскую решетку мы ложим вот здесь то получается что здесь расплодный корпус а здесь то что осталось скажем так таким образом я провожу такую работу мы добрасываем еще один корпус вощины вощина бьется в разбой от посредине получается рамка сушнины ну как сушнины рамка расплодная рамка вощины рамка расплодная рамка вощины то так вот так вот так и вот так да рамка расплодная рамка вощины рамка расплодная рамка вощины рамка расплодная рамка вощины рамка расплодная рамка вощины таким образом на низ мы также же оставляем пирога медовые пирога медовые и доставляем какие-то там остались рамки вверх остается у нас как бы медовый мы его по сути не трогаем потому что идет взяток слипы там еще какой-то пацану что-то как бы ждем пока это вот этот корпус допечатается что мы сделали смотрите ребята я вам просто рассказываю на пальцах что мы только что с восьми рамочника просто так взяли за за период от этих пару месяцев по сути двух месяцев до полтора даже не то что 2 мы доставили им получается с 5 рамок мы им набросили еще сколько здесь 16 32 минус 5 27 рамок вощины они все это отстроили мало того что они отстроили мы уже откачали меда в этом году принципе была такая фишка что мы откачали даже два раза меда до этой поры и уже после отцветания липы мы с такого у я уже откачали третий раз мед чтобы понимали насколько это эффективно работа с корпусами работа с вощиной и суть том заключается что во время как его во время перед ройки расширения и комплексной подхода работы получается что мы так или иначе сбиваем роевое настроение наращиваем чулу и отстраиваем вощину что такое вощина я думаю сочнина сочнина я думаю не нужно никому рассказывать потому что это золото пчеловода таким образом получается ребята мы выходим на подсолнух после осветания подсолнуха где-то примерно неделька потому что здесь она может быть и тут зависит от липы если она хорошо выделяла то принципе мы забираем этот корпус еще до засветания подсолнуха если плохо то принципе мы что-то здесь чудим после того как засветает подсолнух после того как мы отсюда откачали мед наша задача сделать такую работу мы берем полностью весь расплод собираем отсюда и поднимаем вверх здесь у нас расплодный корпус расплодный плюс медовый вся вощина вся вот это как бы шо не достроена что не настроена опускается или вот этот корпус 2 или в 1 открытый только нижний леток здесь и в днище таким образом получается мы здесь концентрируем здесь полностью хорошие старые рамки с расплодом да они в основном наполовину уже даже печатные медом дальше идут хорошие рамки если мы откачивали мед мы их ставим вот здесь почему здесь почему не сверху то все просто здесь будет выходить пчела она будет формироваться и получается они будут нести мед вверх вот имеется ввиду что они будут сверху другими словами говоря пчеловоды не могут понять как поднять пчел вверх там все просто поднимите расплод и пчелы пойдут вверх та же ситуация здесь если мы расплодный корпус поставим вторым то пчелы и здесь и останутся они здесь настроят хрен знает чего и они не пойдут вверх бывает такое бывает что пойдут от здесь а 3 3 4 корпус останется то получается что мы не знаем какой будет обильный взяток мы никогда этого не знаем и никогда не будем этого знать таким образом получается что вот эта пчелиная семья осваивает четвертый корпус и треть они идут уже готовые к медосбору вот этот корпус это в основном такая знаете свежеостроенная щена и вот этих два там такие вперемешку и здесь можно еще бросить решетку здесь или вот здесь и матку сюда же опустить фишка в чем заключается что матка здесь не играет роль принципе когда у нас нету решеток и мы не хочем с ними играться я не общение ложу решетку бывает что я ложу решетку я ним я сегодня пересматривал специально семьи определенные матки уже стали маленькие матки уже не сеют полное ограничение залив медом идет полностью все имеется ввиду что от пик главного взятка до доходит от как бы допну скажем главный взяток доходит до пика маток ограничивает полным ходом без разницы это жопа пулемет не жопа пулемет пчелы включились а в работу таким образом получается мы стопроцентово знаем что вот этот корпус будет медовый вот этот будет медовый вот этот под вопросом вот этот под вопросом вы должны понять что чем больше мы поставим корпусов тем больше они принесут меда чтобы вы понимали пчеловод никогда не может понять сколько принесут пчелы меда никогда потому что это зависит от пчело от пчелы от погоды и от продолжительности главного взятка мы не можем год вот попадать сколько мы возьмем меда но получается если будут все хорошие условия то так или иначе мы возьмем например вот этих три корпуса это сколько 24 рамки это нормально это 50 килограмм грубо говоря да так скажет если например мы будем то же самое проводить и содержать уже пчелиную семью с тем же объемом пчелы например в трех корпусах то мы возьмем только два корпуса если мы тоже пчелиную семью будем содержать в двух корпусах то мы возьмем лишь один корпус имеется ввиду чтобы вы понимали здесь очень важно самый метод который я от разрабатывал и делал но это не то что мой метод я уверен что многие пчеловоды тоже примерно по такой технологии работают он разрабатывается в условиях полной тоталитарной просто бешеной недостачи сушнины вы видите какие рамки сушнины и ну вот у меня меня вся сушнина белая у меня нету никаких болезней у меня нету никаких аскоферозов и всякой вот этой чепухенции почему потому что я полностью обновляю каждый год сушнину ну конечно можно еще остановиться на вот этих болезнях как-то отдельно но вот весь смысл работы с восьми рамочником четырех корпусах но это я расписал методику для бакфаста с карникой 3 корпуса хватает карника она немножко не так развивается шустро это бакфаст чтобы понимали это в этом году это все было показано я ну как я я видео не смог полностью выложить как оно было это получается вот прошлое видео которое мы снимали это был заключительный как бы каприз где я поднимал расплод и принципе делал но вы должны понять что мы таким образом отстроили охрененное количество сушнины при минимальном взятки и и при постоянной угрозе пчелиной семьи захода в роевое состояние имеется ввиду что но вот вот это называется классика это называется азы пчеловодства когда мне хейты начинают тыкать носом и говорить пашка если бы кто-то там делал вот так тыкать на какие-то промышленные пасеки я всегда им говорю посмотрите гопка я еще не могу похвастаться промышленной пасекой но это еще впереди все и все все поменяется но посмотрите гопка как он работает сколько он труда власть если даже ребята я еще раз подчеркну если я возьму с членой семьи на один корпус корпус меда больше то я буду играться если я возьму на десять граммок вощины отстроены больше на пчелиную семью я буду играться и работать потому что это мои деньги это моя работа если эта пчелиная семья не зайдет в роевое состояние и принесет мне три корпуса меда до засветания подсолнуха как это было в этом году я буду так работать просто многие не могут понять истины пчеловодства что пчеловодство не любит лодорей это очень важно я просто от лишний раз решил вам вот это показать и подчеркнуть это было в этом году это мы так работали просто сейчас это мы видео будем вылаживать и просто чтобы это было последнее видео я показывал как мы перебрасывали эти корпуса а сейчас я вам просто показал вот эту просто методику важно понять что перемешка с ученины и ващины я делал не только с восьми рамочниками десяти рамочник мы мы в то же самое делали два корпуса стоит мы добраться им третий корпус верхний медовый и здесь пошла сучнина овощина сучнина овощина сучнина овощина сучнина овощина но имеется ввиду сучнина я говорю раз вот и снизу тоже самое вот таким образом мы все это заставляем 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 зачем это делается чего я должен терять ващину как бы воск пчелы по время главного взятка начинают обильно выделять очень важно это сделать в начале главного взятка в начале тогда вот это все будет отстроено и по возможности залито медом это тоже называется классика пчеловождения во всяком случае у меня я понимаю что многие хотят ну увольте меня ребята я как-то говорится я не понимаю точнее я понимаю что они хотят но я не понимаю но и пчеловодов которые хотят нам навязать такую систему я поставил 1 2 корпус здесь гнездо здесь мед оно все черное здесь пчела маленькая не еле приносят один корпус меда корпус меда здесь при тех же условиях примерно та же пчелиная семья приносит два корпуса меда но я может быть тупой может я быть в чем-то не разбираюсь но чего я должен терять мед сегодня в наших условиях чего я должен терять мед объясните мне пожалуйста обратите внимание разницу методика вот эта методика сейчас является ключевой методикой во многих пчеловодов вот эта методика это моя методика я так работаю смотрите я во время главного взятка я отстраиваю еще корпус сучнины я обновляю гнездо я я отбраковую старую сучнину я откачиваю два корпуса меда ну да сбок конечно здесь тоже сейчас еще рано говорит что я откачиваю два корпуса меда но идет заливка есть уже остроена все готово но лишь бы погода была погода сейчас очень паскудная но вот сама суть вот сама суть чтобы меня вот вкратце поняли как нужно работать здесь пчела больше я просто сейчас смотрю у меня пчелы примерно чуть меньше труда здесь пчелы блин блохи здесь пчелы больше а соответственно коэффициент полезного действия больше чем у тет здесь я работаю а здесь пчеловод не работает просто бросает корпус и надеется здесь идут раи здесь есть целая куча проблем здесь мы работаем тоже методы мари расширения воспомогательные еще отводок по возможности это здесь еще делается это все работает в комплексе это все ну что то есть и от меня что то есть и нового что то есть и старого это полный комплекс вырванные разные методики с разных умных пчеловодов от разных умных пчеловодов которые были раньше которые есть сейчас а может быть даже я не знаю как я делаю как у кого-то другого но имеется ввиду что я считаю так что пчеловодство оно примерно одинаковое если человек смышленый то без разницы он смышленый вот где-то вот здесь или где-то вот там мы в любом случае в определенное время доходим до логического как бы решения и она может быть у нас одинаково это нормально таким образом ребята чтобы понимали лучше держать пасеку в таком состоянии не иметь болезни получать больше меда держать 100 семей о таких чем держать 200 вот таких наверное даже 300 наверное держать таких чтобы получить столько меда вот и все это просто легенький такой заключительный каприз немножко рассказал про восьмерамочник весь смысл был рассказать про восьмерамочник все на этом хочу закончить всем всего на лучше всем пока